Всем привет! Меня зовут Даша Клардачкина, а это проект про профессии, тактики и практики. И сегодня мы в гостях у режиссёра Егора Андреевича Кочеловского. Егор Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. А у вас выходит новый фильм, насколько я знаю. О чём он? Вы знаете, я бы не сказал, что он выходит, я бы сказал, что я его закончил только что. А, собственно говоря, закончив свою работу, я, в общем, потерял власть над этим фильмом. То есть теперь продюсеры будут решать, когда он выходит, и в каком виде, и так далее. Хотя, естественно, я в этом процессе буду участвовать. Вот. А фильм, да, действительно, мы закончили буквально, наверное, где-то пару недель назад. О чём… И как он называется? Фильм называется «На Луне», он о современных счастливых и не очень семейных отношениях, в первую очередь. То есть это в первую очередь об отношениях между отцом и сыном, между поколением нынешних двадцатилетних и, соответственно, их родителями. Это фильм о… Ну, в какой-то степени о социальном неравенстве, да, что некоторым представителям какой-то нашей так называемой элиты, я сейчас без издёвки говорю, так называю, ну, элиты, да, представителям этой молодёжи, этой элитной, позволено несколько больше, чем другим людям. Ну, в общем, да, вот, наверное, так, да. Можно это назвать молодёжным фильмом. Я даже, мне трудно, вот, я спрашивал себя, мне трудно определить жанр этой картины, я не очень пойму, потому что как-то драма, для меня это звучит скучновато в этом контексте, да. Вот. Боевик – это не боевик. Поэтому вот у меня, как всегда, получилось такое смешение жанров. Взаимоотношения молодого поколения с современностью, они меня очень интересуют, хотя я не чувствую себя, там, старым человеком, или даже взрослым сильным человеком. А дальше вот так, что с целью стереться? 89, кадр 6, дубль один. А мне моя Настюха второй день его ничего не пишет. Повелись! Вот так, я буду орать! Дедуля! Спокойно, спокойно. Ого! А вот эта тема, одним позволено все, а другим, если утрированным языком говорить, не позволено ничего, она же была всегда, правильно? Тема разных стартов, если можно это обозначить. Тема социального неравенства, да, она, конечно, была всегда, она, конечно, была всегда, и, собственно говоря, все системы, которые политические, которые создавались, да, в том числе социализм, который мы пытались построить, в общем-то пытался изо всех сил вот это неравенство социальное стереть. И даже при социализме, вот при советской власти все равно оно было, это социальное неравенство, оно было, его стыдились, его прятали, отсюда вот эти все были закрытые магазины, да, пайки тихонько с заднего входа, то есть очень как бы вот эта вот, скажем, наша партийная элита, она очень не любила шума, очень не любила показухи, все тихо, как бы, чтобы не раздражать, да. И то же самое, на самом деле, к тому же стремилось, в общем-то, и демократическое общество, да, не социалистическое демократическое, которое утверждало, что оно демократическое, а вот западное демократическое, тоже пыталось людей как-то изо всех сил уравнять, да, поэтому был там прогрессивный налог, богатые платили много, из-за этого бежали из некоторых стран, там, из Скандинавии, там, в Англию многие бизнесмены уезжали, я вот помню, когда я учился, вот. Но последнее время, последние, наверное, 20 лет, мне кажется, да, во всем мире вот это социальное неравенство, оно очень усилилось, да, и в первую очередь это связано, естественно, с финансами, да, в первую очередь это связано с финансами, и политика подчинилась финансам. И вот, так сказать, во всех странах, пожалуйста, возьмите Америку, возьмите Европу, или там, я не знаю, арабские страны, или Россию, небольшая группа людей стала концентрировать в своих руках огромные возможности, огромные ресурсы финансовые, тогда как средний класс, в общем, те люди, которые, собственно, вот эту демократию, если являются основой этой демократии, этот средний класс беднеет. Это не только российская, на самом деле, тенденция, да, это не только российская такая вот, такой тренд, это, на мой взгляд, это происходит во всем мире, и Россия в этом смысле не исключение. То есть вы хотите сказать, что деньги, по сути, подчинили себе власть, а раньше было наоборот, и, соответственно, это дало свой отпечаток на социальных ценностях общества? Я не могу так утверждать, деньги подчинили себе власть, но если мы посмотрим на все конфликты, особенно, так сказать, горячие конфликты последних лет, то все они так или иначе завязаны на, деньги сами же по себе, они ничего не значат, за деньгами что-то стоит, да, какой-то товар, да, ценность какая-то, в первую очередь ресурсы. Вот сейчас все воины за ресурсы, считай за деньги, да, в конечном итоге за деньги, за возможность жить тем образом жизни, к которому ты привык, там, скажем, в Соединенных Штатах или в Европе, вот. Вот, и в этом смысле, на мой взгляд, конечно, деньги подчинили себе, но посмотрите, собственно говоря, как бы вот вполне коммерческие проекты, которые, ну, очевидно, выгодны, там, для определенных стран, становятся очень часто политическими инструментами, да, политическими инструментами в давлении на страну, там, вот все эти запреты, северные потоки, южные, турецкие, ну, вот все эти истории, да, энергоресурсы, вот. Вот, но мы слишком далеко ушли, собственно говоря, действительно, вот это неравенство в обществе, которое нарастает, на мой личный взгляд, оно, в общем-то, потихоньку начинает вызывать раздражение у людей, и в этом смысле, посмотрите, что в Европе, да, вот, что во Франции творится вот с этими, и это все принимает достаточно радикальные формы, недовольство людей своим уровнем жизни, да, вот эти оранжевые жилеты. Другой вопрос, что этих оранжевых жилетов можно расшатать, можно там через соцсети возбудить их, там, и все такое, да, это все технологии, да, и для этого нужно было, чтобы Макрон сказал, что нужна Европе своя армия, сразу же получил оранжевых жилетов, вместо того, чтобы там, чтобы не было времени о новой армии думать европейской. Вот, и, собственно говоря, но при этом, да, но при этом у нас в стране, как мне кажется, если вот уехать, у нас сейчас, когда уедешь за 100 километров от Москвы, и там начинается Сибирь, я не согласен, это не так, Россия строится, может быть, медленнее, чем нам хотелось бы, медленнее, чем мы надеялись, Россия строится, и, на мой взгляд, построены замечательные, потрясающие города, такие, как Казань, Сочи, да, ну, просто невероятной красоты, но, тем не менее, глубинка, она остановилась в каком-то состоянии таком, куда попадает наш герой, собственно говоря, из московских клубов ночных и спортивных автомобилей, а российская глубинка, она живет даже не так, как при советской власти, я даже не знаю, она живет какой-то своей совершенно цивилизационной такой картой, да. Она хорошо знает знакомого с жизнью именно российской глубинки? Ну, нет, ну, конечно, я не, конечно, я не там, не жил месяцами, да, но я, скажем, не знаю, вот мы снимали эту картину, поехали куда-то, и вот не так далеко это совсем, да, это Карелия, это не совсем глубинка, это там два часа и Петербург, и там другая планета, Луна, вот, то есть люди, ну, какие-то святые просто, я не знаю, какие-то отшельники, какие-то святые сергии, да, то есть, ну, минимум у людей, минимум каких-то требований, минимум каких-то... А это реально существующее место, Луна? Нет, нет, ну, слушайте, я вам так все расскажу, что не будет интересно. Нет, это, конечно, метафора, это, конечно, метафора, это, конечно, то есть, то, что по-английски называется in the middle of nowhere, да, то есть, в середине пустоты. И вот там, да, вот там герой встречает вот этих вот очень мною горячо любимых персонажей, которых сыграл Сейдула Молдаганов, такой артист казахско-узбекский, он вообще в Ташкенте живет, он у меня снимался в фильме «Возвращение в А» и Александр Балуев, что мне тоже было очень приятно, потому что Александр Балуев был первый серьезный артист, которого я в жизни снимал, то есть он снимался у меня в дебюте, в «Затворник», фильм «Затворник» у меня был такой, Сама Леи Маратминовой. Вот Саша у меня был первый серьезный артист, который у меня снимался, и вот сейчас он опять сыграл главную роль. И я даже не надеялся, у меня так бывало несколько раз в жизни, мне очень нравился Евгений Миронов как артист, безумно, и до сих пор нравится, я его считаю, одним из лучших артистов нашего поколения. И вот раз я захотел, бац, мне звонят, говорят, вот Женя Миронов хотел бы сыграть вот в этом сценарии, не согласились ли бы быть режиссером. И также у меня здесь, вот на этом фильме, на Луне, случилось с артистом Виталием Кищенко, который мне очень нравился. Я его первый раз увидел у Никиты Михалкова в «Солнечном ударе», он там играл такого ротнистого, нервного, очень мне понравилось как артист. И раз, и как-то он пришел, и я говорю, вот такой сценарий. Он говорит, ну, отлично, я говорю, что бустется-то, и все. И вот он сыграл отца моего героя, главного, а главного героя сыграл мальчик, ну, мальчик, так мальчику было обидно об этом слышать, молодой артист, абсолютно честные пробы были, то есть никакого не было в этом смысле, там, этот будет артист, я его должен снимать. Такое тоже бывало. Вот, то есть, действительно, там через мои липкие лапы прошло где-то 30 молодых людей, с которыми я сделал пробы, потом эти 30 сузились до 6, потом эти 6 сузились до 3, и уже из 3 я выбрал 3 молодых людей, которые играют в этом фильме. Мне, конечно же, как и многим, не хватает языковой практики. За неделю иностранный язык я, конечно же, не выучу, но я могу потянуть те знания, которые у меня есть. Что я для этого делаю? Я открываю приложение Profi.ru, ищу специалиста, смотрю отзывы, 228, вот, 228 отзывов, все проверено, выбираем. И все, договариваюсь о встрече. Profi.ru Выбирайте профессионалов, как это делаем мы. Про мажоров мы говорили, про несоциальное неравенство. Про социальное неравенство, да. И насколько вы хорошо знаете о жеме российской глубинки. Ну, вы знаете, но, во-первых, я объездил вообще всю Россию, должен отдать себе должное. Я даже был на Итурупе, то есть на самой крайней, там вот к Японии, точке нашей страны. Это было потрясающе. Залез на вулкан, выкопал там елку, она у меня растет здесь, в саду. Вот. Но я много снимал. Я много снимал, а, соответственно, очень много провел времени в степях Казахстана. Российская глубинка не сильно отличается, да, в этом смысле. Я очень много провел времени в Крыму, теперь нашим. Год почти, как это все выглядело вот тогда, 2007 год, и как это выглядит сейчас. К сожалению, разница не очень большая, хотя люди очень оптимистичны. Главное, что мост построили. То есть, казалось бы, вот прошло пять лет, я сейчас приехал, и там Лас-Вегас. Нет, конечно, так быстро это не получится, но многое сделано, потому что есть мнение вообще, там еще хуже. Нет, лучше, конечно, стало, чем против того, что было 10 лет назад. Я очень много времени провел, причем это поразительно, Москва, Петербург, между Москвой и Петербургом Валдай. Валдай, это другая планета просто. Это вот 350 метров от Москвы, 350 метров от Петербурга, путешествующие из Петербурга в Москву. Ну, север, конечно, да, на севере я тоже бывал. Но сказать, что я такой был знаток, нет, конечно. Но я в армии советской был, это тоже о чем-то говорит. И работал водителем бетонного воза. Как так получилось, что вы работали водителем бетонного воза, а в итоге стали режиссером? Вы знаете, просто я не очень был хороший водитель бетонного воза, но так получилось. Мне так получилось, я перед армией получал права водительские в военной школе водителей, и была возможность потом, вот несколько месяцев перед уходом в армию, с того момента, как тебе исполнилось 18 лет, отработать в настоящем автокомбинате, на грузовике, это потом мне бетоновоз достался, а в принципе на грузовике, вот я поустроился и работал в Москве на 22-м автокомбинате, но мне достался бетоновоз, вот так получилось. И до армии я прав, надо сказать, что я бы не хотел, что мой сын Тимур работал водителем бетоновоза, но я в армии в любом случае собирался уходить, потому что потом я собирался уезжать на Запад навсегда, и чтобы меня потом не забрали в армию, в один из приездов в Советский Союз, я решил отслужить сразу в армии, а соответственно у меня вот эти были несколько болтающихся месяцев, я их решил заполнить бетоновозом. А на Запад вы планировали уехать учиться? Я уехал, да, нет, я вообще уезжал навсегда, вы не планировали вернуться? Я не планировал возвращаться, ну нет, я планировал возвращаться наездами сюда в гости, жить был план в Лос-Анджелесе. Соответственно уехать я мог только во Францию, иммигрировать, я иммигрировал во Францию, а потом там всякими правдами и неправдами перебрался в Англию, и там уже натурализировался, остался на постоянных жительствах. Вот, потому что поскольку я собирался ехать в Лос-Анджелес, ну как бы не то, что я собирался, а был такой план, в результате этот план не сработал, я не захотел ехать в Лос-Анджелес. Вы планировали там остаться, чтобы что, чтобы там работать режиссером? Я не знаю. Вы в том возрасте какой-то карьерный путь себе строили? Нет, не строил. То есть это было плохое течение? Не строил, да. Дело в том, что образование может быть таким достаточно конкретным, я не знаю, стоматолог, гинеколог, ты знаешь свое дело, а может быть абстрактным. И я готовился к такой жизни не совсем понятной, поэтому я получил абстрактное образование, я искусствовед, то есть да, я искусство знаю неплохо, понасмотрелся по музеям, по Венециям, по Рембрандту, по всему, да. Но я кинорежиссером, в общем-то, не очень планировал становиться, так получилось. Просто вот реклама, да, потому что когда я вернулся в Россию, реклама стала очень востребованной. И вы целенаправленно туда шли? Ну, это был быстрый путь к такой высокооплачиваемой, во-первых, во-вторых, ну, прикольной, да, такой, ну, интересной, да, забавной, богемной профессии, в которой завязано огромное количество людей, огромное количество красивых женщин, естественно, моделей, актрис, ну, все это, как бы, так сказать, при этом, при этом, конечно, там, в девяностые годы вначале заправляли всем экспаты, англичане, и, как мне сам бог велел, я закончил Кембриджский университет. Вот, в общем, реклама была логичным таким достаточно бизнесом и искусством, да, условно говоря. Вот, и, конечно, конечно, профессионально она очень помогала, потому что ее реклама, она с точки зрения профессии, с точки зрения ремесла, да, камеры, движения вот этих всех вещей, там, компьютерной графики в дальнейшем, она, конечно, ушла впереди кино. То, что потом использовалось в кино, сначала использовалось в рекламе, все эти морфы, да, там, я не знаю, Терминатор. То есть это такая репетиция была для вас? Ну, это единственная в результате, да, рекламная вот эта школа, ну, клипы немножко, но в основном реклама, я там спродюсировал полторы тысячи роликов, а снял 150, сам как вижу, спродюсировал, больше полутора, я даже не знаю, сколько я спродюсировал. А реклама это искусство? Нет, реклама... Что это? Нет, ну, китч, это... Реклама, безусловно, это такая индустрия, которая находится на стыке бизнеса и искусства, креатива и работы с массовым сознанием, то есть пропаганды каких-то идеологических вещей, то есть это такой очень интересный сплав из социологии, опять же, а сейчас еще сложнее, да, все стало, потому что сейчас все индивидуализируется в связи с интернетом и все такое, вот, то есть это очень интересная вещь, и мало того, но в первую очередь реклама должна продавать, то есть у рекламы есть миссия, миссия, которую можно посчитать, то есть вот ты запустил рекламу этих прокладок, бац, у тебя эти прокладки, 10 раз больше их купили, этих прокладок, и, в общем, можно ее посчитать, то есть твоя эффективность, вот это вот, твоего творчества, условно говоря, она имеет свою измеряемый успех, или не успех, да, и этот успех, он не обязательно связан, там, с Каннскими львами рекламными, или, там, другим рекламным фестивалем, а это скорее связано с Леней Голубковым, и успехом МММ, или там, ну, то есть понимаете, да, или там, мы идем к вам, тогда мы идем к вам, да, вот это очень ужасно сделанное, но это работало, поэтому это такая вещь, но то, что это работает, должно работать с массовым сознанием, в идеальном мире, да, это, конечно, потом помогает тебе, безусловно, если ты, там, переходишь, там, в какое-то другое состояние, типа, в кино, да, то это, конечно, помогает тебе очень сильно, потому что ты профессионален, ты послушен, ты дисциплинирован, ты, ты, и все такое, вот, но, но при этом, это огромный бизнес, очень грязный, очень, в 90-е это было просто опасно, вот это очень огромное количество телевизионных смертей, там, всяких ведущих, известных, так далее, связанных с рекламным временем, листьевы убили из-за рекламы, безусловно, я просто знаю это, я не утверждаю, кто его там убил, но убили его из-за рекламы, вот мы в это время как раз начинали, как мы так скачем с вами, ну, хорошо. А у вас после вот такого опыта работы в рекламе случился опыт работы в кино? Не совсем так, дело в том, что, дело в том, что наступили, значит, конец 90-х, вот уже практически, как это сказать, перелом века, да, и начал чуть-чуть подниматься кино, в каком смысле, появился закон о кино, этот закон о кино, абсолютно бандитский, он позволял отмывать деньги через кинематограф, и... То есть это в продолжении вот этого грязного и опасного рынка рекламы? Ну, нет, тогда любой рынок был опасный, грязный и черный, любой, в 90-е годы любой рынок был наличный, вместо милиции и судей, бандиты, там, ну, мы все это знаем, да, но, поэтому, но был создан, у нас умерло кино, ну, то есть не то, что оно умерло, но, я не знаю, ну, только вот, ну, только Михалков какими-то немыслимыми своими талантами, действительно, это невероятно, мог там получить деньги на какой-то огромный фильм, там, типа «Сибирского цирюльника», у французов, и только вот, вот у него это получалось. Кино было в очень плохом состоянии, но сделали закон о кино, который позволил отмывать деньги через кинематограф, именно отмывать, точка, не как-то там, это именно так и называется, то есть, условно говоря, фильмы стоили на бумаге по 20 миллионов, а в реальности два, там и все такое, что-то такое. Я, слава богу, в это время был просто рекламным режиссером, но вот эти новые возможности, они потребовали, чтобы появились новые люди, и все новые поколения, вот в конце 90-х, то есть 20 лет назад, кинорежиссеров, это все рекламщики. Вик Мамбетов, Федя Боднарчук, Рома Прыгунов, ваш покорный слуга, Юра Грымов, Филипп Янковский, я уже не говорю, еще много-много, еще там, Джаник Файзиев, известный тоже режиссер, все это рекламщики, клипмейкеры, из малого жанра они пришли, но и продюсеры хотели этих рекламщиков, потому что рекламщики снимать умели по-современному, ну, более, как бы, круто, чем, собственно, может быть, кинематографисты старой школы, которым тяжело было, да, вот, и просто мне предложил продюсер, он говорит, вот сценарий, вот сценарий, женщина моя, ну, то есть, условно, актриса моя, Амалия Мардвинова, потому что я очень люблю Амалию Мардвинова, мне она очень нравится, она замечательная актриса, но я считаю, что это не ее роль была в затворе, вот в этом фильме «Затворник», но это был дел, да, это был компромисс, то есть актриса продюсер мне говорит, какая актриса снимается, а я выбираю актера, и у меня были огромные пробы, там очень много знаменитых артистов пришли на пробу, потому что кино не было тогда, и Сергей Шакуров, и Сбруев, и Соколов, ну, вот каким-то образом, так вот я выбрал Балуева, вот, да, я перескочил немножко, и вот он мне говорит, хочешь снимать, вот актриса, актера сам выбираешь, миллион долларов, миллион долларов, и если у тебя ничего не получат, тебя не убьют, вот. Что немаловажно. Что немаловажно, да, нет, я подумал просто, то есть, мне не нужна была эта работа, да, у меня было очень много работы, которую я, и в результате из-за того, что прошел в кино, не сделал, да, там рекламы, очень много, но я подумал, вот, а в рекламе, работая очень много с англичанами, я знаю, что такая ситуация, вот эта нищая тогда Россия в 90-е годы, и кто-то тебе дает миллион долларов, чтобы ты получился. Я говорю, Игорь, это был Игорь Толстунов, замечательно, я не говорю, что он отмывал деньги, но свой гонорар я получал, как страховую выкидку, типа я упал, стукнулся головой, вот мне заплатили, понимаете, почему это? Но, действительно, это была часть, вот эта компания, которая снимала этот фильм, она была частью империи Гусинского, на самом деле, вот НТВшной империи Гусинского, и называлась НТВ Профит, и Игорь Толстунов до сих пор возглавляет эту компанию, и действительно, я вот с огромным уважением, благодарностью к нему отношусь, просто очень приличный, хороший человек, мне так повезло на первого продюсера, вот, я подумал, боже, такого не бывает, да, то есть, это как-то подарок судьбы, да, вот, на, снимай, вот, миллион долларов, миллион, понимаете, еще в тот миллион, да, в 98-м году прошлого века, я подумал, что в этой ситуации я бы балет поставил, наверное, там, я не знаю, я бы цирковое шоу поставил, потому что это интересно, да, а мало того, это все-таки кино, это тоже прямоугольный экран, это тоже камера, это актеры, да, они будут кусать не шоколадки, кусать друг друга, но это будет, это все-таки непонятно, да, я из-за этого согласился, на самом деле, и когда я снял первый фильм, когда я снял первый фильм, я спокойно вернулся в рекламу, но тут бац, и появился антикиллер, и тогда уже, конечно, кино пере, как это называется, перевесило, вот, я в кино случайно, а что мартипации было вот этого перевеса, вы же могли в рекламе спокойно остаться, интересно было, или что, или вы почувствовали себя, скажем так, более крупным режиссером, или что? Ну, я бы так сказал, антикиллер мы снимали, это вот моя вторая картина, мы снимали, вот только что закончился, прошлый век, собственно говоря, в антикиллере снимались реальные, реальные бандиты, то есть реальные пацаны из группировок просто приезжали к нам на общевомки, играли массовку, с оружием, все дела, то есть, вот, воры, которые в этом фильме, в антикиллере, воры, которых играл Балуев, Ульянов, Шакуров, и так далее, они реальные люди, и они живы, ну, может, сейчас уже не живы, тогда были живы, тогда были живы, управляли какими-то городами, я имею в виду, вот с этой стороны, то есть, это было дико адреналинного, реально, и мы, конечно, оторвались абсолютно, потому, ну, вот по жестокости, по какой-то, по кровавости, такой почти китайской, я не знаю, почти корейской, южнокорейской, вот, и действительно, как бы, собралась очень такая хорошая компания, людей, всех, и артистов, и вот Гоша Куценко, мы с ним дружили, еще до антикиллера, ну, в хороших отношениях были, вот, и Слава Разбегаев, который, на самом деле, вот самый первый актер, которого я снимал, но я его в клипе снимал, в своей вообще первой, первой, первой работе в жизни, Слава Разбегаев, Саша Балуев в кино, вот, и вот этот процесс, потому что там действительно, очень как-то так все, как-то, очень так, пронзительно, захватывающе, вдохновенно все шло, страшно, то есть здесь, когда надо, чтобы было страшно, было действительно страшно, то есть у нас, милиция приезжала, несколько раз на площадку, трупы лежат там, все, что случилось, это кино, вот, бабулька там какая-то, мимо нашей площадки, проходит, говорит, хоть бы вас всех, перестреляли миллиардерный, мимо прошла, вот, что этот процесс действительно, он захватил очень сильно, то есть мы, как бы вообще не расставались, практически, вот всей этой, как кристяком группы, то есть жили, спали вместе, вот, гуляли, по-черному гуляли, надо сказать, но работали, но работали, и этот фильм, он действительно взорвал тогда рынок, то есть он был первый, который вышел в прокат, первый, который собрал миллион, ну, такая какая-то цифра, такая психологическая, миллион долларов, она первая, вот, и как-то он выстрелил очень, и вот этот, наверное, такой вот широкий, достаточно, успех этого фильма, он сейчас бы не имел успеха, вот тогда да, когда это было актуально, а потом еще мы же его снимали по свежим следам, мы только что все это пережили, в 90-е годы, все эти, все эти страшных людей, которые ездили по Москве с оружием, всех этих крышей, стрелки, разборки, это только что вот все закончилось, даже еще не закончилось, это даже не закончилось, это же начало нулевых, по-моему, было. Ну, в общем, все, нет, все-таки такое движение широкое, оно там в 98-м году закончилось, еще в том веке оно закончилось, отголоски там, может быть, были, но мы снимали все-таки о прошлом, мы все-таки снимали уже о прошлом, и с пониманием, что мы снимаем все-таки о прошлом, вот, и, конечно, вот это вот, а потом мы стали снимать «Антикиллер-2», и там тоже оторвались, скинхеды, террористы, все, вот, хотя это уже было более такая коммерческая, осознанная вещь, потому что на первом мы творили, на втором мы создавали коммерческий продукт, на первом мы не создавали коммерческий продукт, мы создавали то, что нам нравилось, а вот на втором мы уже думали там «Product Place», ну, все, на чем ездит Гоша Куценко, и все такое, вот, и поэтому мы из первого сразу перетекли во второй, а уже когда я заканчивал второй, уже лежал сценарий «Побега» с Женей Мироновым, а когда я заканчивал «Побег», уже лежали консервы, А когда я заканчиваю, ну и так далее. Поэтому как-то так пошло, пошло, пошло. И, собственно, я оставался продюсером рекламы и все такое, но, конечно, уже я меньше к ней возвращался. Вот так вот меня затянуло и засосало. А потом появился, ну вот так я снял несколько картин, консервы, побег, потом розы для Эльзи. А потом приехали французы. Приехали французы и говорят, Егор, найди нам 2 миллиона долларов, чтобы мы их вложили в фильм «Париж, я люблю тебя». Вот. А за это, они сказали мне, французы, мы тебе дадим откат, и ты можешь снять одну из новелл в «Париж, я люблю тебя». Был такой проект. Очень хороший проект в «Париж, я люблю тебя». Хороший, да. Вот. Я нашел 2 миллиона долларов, но в последний момент я подумал, что мне отката мало, возьму-ка я их все себе. Вот. И я снял на эти деньги «Москва, я люблю тебя» просто и все. Вот. И вот этот вот формат «Аль-Монаха», который в принципе, ну как, понимаете, кто-то снимает сериал 8 серий про НКВД, а кто-то про ЦРУ. Да. Я честно вам скажу, честно вам скажу, вот честное слово, я «Париж, я люблю тебя» не смотрел. Не смотрел, чтобы, не дай бог, какая-то история не была похожа. То есть это совершенно, естественно, это, так сказать, форма, да. Но она сыграла потом очень важную роль, потому что я потом сделал «Астана», это было очень интересно в Казахстане, как в новом отстроенном городе, вот с нуля отстроен город, и мы там снимаем. Потом я снял «Баку, я люблю тебя», очень большой проект. Они, конечно, все это немножко для внутреннего пользования, потому что очень трудно в России продать «Аль-Монаха», в котором 12, 15 или 10 новелок, где играют азербайджанцы или азербайджанские звезды. Это очень трудно продать такой фильм. Или казахские звезды, да. При всем при этом это считается коммерческим фильмом. Ну, оно считается коммерческим в том смысле, что… Сам подход. Для продюсера, да, это выгодно для продюсера. Вот, но, конечно, эти фильмы не получают такого широкого проката, который получают другие фильмы, у которых… У этих фильмов, просто, небольшой рынок достаточно. Ну, какой там, Казахстан, 15 миллионов человек, меньше Москвы, азербайджан, там, не помню, 25. Вот, но это выгодно было, это были продюсерские проекты, очень выгодные, очень забавные, это очень приятное времяпровождение, потому что, как бы, ну, режиссер, режиссер трудится, работает тяжелее, чем продюсер. Вот, ну, чисто физически режиссеру труднее, чем продюсер, когда особенно съемки идут и так далее. Вот, вот, собственно, кино так развивалось. В фильме на луне вы не являетесь продюсером. Нет. Вам вообще легко было вот это предложение само принять, когда вы не являетесь продюсером, а вы являетесь, по сути, а я не всегда продюсером являюсь. Я на «Побеге» не был продюсером, я на «Антихиллерах» я не был продюсером, я был продюсером на, наверное, там, трех или четырех, или пяти фильмах из, там, из шестнадцати. Нет, абсолютно нормально, абсолютно нормально. И, мало того, в таком проекте, как «На луне», в таком быстром, в общем-то, малобюджетном, мне кажется, продюсером быть достаточно трудно. Вот, поэтому нет, нет, совершенно никакой. Другой вопрос, что вот ты сделал фильм и отпустил его, да, то есть ты как бы не влияешь дальше на него, ну, что делать? Так бывает. Вы сказали, что этот фильм авторский. Давайте для зрителей определим, дадим определение авторскому кино. Вы знаете, мне кажется, что вообще люди часто путаются. Появилось столько всяких слов, там, «блокбастер», да? Что такое «блокбастер»? Кто даже, а что такое «блокбастер»? Это фильм, который стоит больше ста рублей, или там, больше ста миллионов, или который собрал больше ста. Как определяется «блокбастер»? Ну, вот, да, как определяется. Мне кажется, что «блокбастер» — это фильм, в котором решает огромное количество вещей, решают маркетинговые исследования. То есть, условно говоря, тебе надо понять, да, какой голос взять, чтобы осел разговаривал, Бандераса или Тома Круза, или там этого, Брэда Питта. Вот, и ты проводишь огромное количество маркетинговых исследований, интервью, фокус-группы, пока там, какие ушки у Шрека должны быть, дудочки, червячки там, или там, я не знаю, листики, да? Вот, как бы, да, есть сценарий, да, есть режиссер, все, но первично вот это вот маркетинговое исследование, которое обрекает фильм, обрекает фильм на успех, да. Почему там франшизы делают, там сиквелы делаются, и делаются, и делаются, и делаются сиквелы? Вот эти там «Пираты Карибского», вот здесь они уже, эти «Пираты Карибского», но они делают, это вот, вот это «блокбастер». Блокбастер, то есть, если «блокбастер» провалился, значит, это неправильный «блокбастер». Блокбастер – это фильм, который обречен на успех, ибо он сделан с максимальным учетом интересов, каких-то штучек, крючочков, триггеров твоей целевой аудитории. При этом авторский фильм может оказаться блокбастером по каким-то невыслимым из Тарантино фильмы, «Бешеные псы». Маленький авторский фильм меньше миллиона стоил, 800 тысяч стоил, по-моему, фильм. Вдруг стал блокбастером. Маленький авторский фильм может стать блокбастером. Мне кажется, что авторское кино, есть же еще арт-хаус, который вообще непонятно, что такое арт-хаус. Кино, которое интересно только критикам двум, или режиссеру и двум критикам, или трем режиссерам и двум критикам. Я не знаю, но мне кажется, что авторское кино – это то кино, где автор свободен, просто свободен. Он делает то, что он хочет. То есть он снимает, как он хочет, у него концовка такая, какая ему хочется. Вот просит сюда хэппи-энд, а у него совсем хэппи-энд. То есть когда ты свободен. Но при этом может быть заложено какое-то сообщение информационное, высказывание? Не обязательно. Не обязательно. Ну а как? Это кино ради кино получается. Достаточно, чтобы это сообщение не было конкретным, оно может быть абстрактным, таким как эмоция. Понимаете? Какое сообщение вложил Мел Гибсон в страсти Христовой? Да мы знаем это все. Просто он проиллюстрировал это все чрезвычайно кроваво. И все это воздействует на физиологическом уровне. Люди выходят из зала, потому что на кровищу смотреть больше не могут. Но я сейчас не критикую. На меня этот фильм произвел очень большое впечатление. Просто вопрос, чем он произвел большое такое впечатление. Хотя мне нравятся фильмы Мел Гибсон, честно скажу. И «Апокалипт», и «Храброе сердце» – один из моих любимых фильмов много лет уже. Поэтому у меня практически все фильмы, кроме некоторых новелл в некоторых азиатских фильмах, то есть азербайджанских и казахских, там есть пару новелл, которые там политически заряжены. Или там пару новелл, которые попросили не снимать. Не надо. Пожалуйста. И вот пошли на этот компромисс. Он не был, этот компромисс не был, как сказать, он не был вопросом жизни и смерти. Он не был вопросом жизни и смерти. Когда в Астане меня попросили не снимать новеллу, написать другую новеллу, не снимать новеллу про чиновнику, которого жена и любовница, я их понял, казахов. Потому что, когда они перевезли столицу в Астану, и чиновники все, молодые, как правило, ребята, отправились в другой город, очень много семей, в общем-то, разрушилось, и жены были очень многие недовольны, что вот вы и поехали, там все такое. Это была действительно проблема, и президенту писали по этому поводу, я имею в виду Назарбаеву, бывшему первому президенту, великий человек, Казахстана, и ему писали обиженные жены, что вот у нас вы уехали все, может, я в другой город, там неизвестно чем занимаются. Вот, поэтому у нас просто это проблема. Я это понимаю, да. А то, что касается моих фильмов, то нет, у меня никогда не было особого давления. Нет, был один раз на канале, на одном из центральных, меня попросили убрать сцену с шахидкой, террористкой, которая взрывает себя. Я говорю, почему? Они говорят, ну, у нас просто не было таких случаев еще. Они говорят, это вот там где-то происходит, а у нас в России такого не было. Давайте не будем это дразнить гусей. И вот в этом случае я понимаю. Я говорю, ну, да, я как согласен. Если это вот, это как бы причина, да, то я согласен. Причем буквально реально через 3-4 дня случился вот этот случай смертников где-то в Дагестане. Смертник подорвал себя и мне сказали, теперь можешь оставлять все. Говорит, уже все. Я говорю, это произошло, можешь оставлять. И все, и остался эпизод. Не стали вырезать, потому что... То есть реально была причина, реально была в том, что люди не хотели, не хотели как-то, так сказать, ну, провоцировать, может быть. А тогда шла, еще были вот эти кавказские, северокавказские, чеченские проблемы, когда мы это снимали про террористов кино. Вот. И в том числе и на Луне. На Луне я очень благодарен в этом смысле продюсеру студии Вертикаль, и Кате Маскиной, и Саше Просянову, что, в общем-то, не давили со сценарием, давили только с хронометражом. Ну, это правильно, потому что когда мало денег, не надо лишнее снимать. Ну, зачем тратить деньги на лишние кадры, которые потом не войдут в кино? Итог не вошли, итог много не вошло. Сколько мы не сокращали, все равно 2,40 получился фильм. Мне уже казалось, я такой профессионал. Все, нифига подобного. Посчитали, час тридцать, смонтировали, 2,40. Ну, вот как хочешь. Читаем, час тридцать, сняли, 2,40. Легко ли вам было вот этот переход совершить из такого коммерческого кино в авторское? Или для вас не было этого? Этого перехода нет. Этого перехода абсолютно не было, потому что, ну, как сказать, мои фильмы считались коммерческими, а делались они всегда как авторские. То есть методы были всегда одинаковые. То есть, ну, не было никогда какого-то вот на меня там давят и так далее. Такого не было. Кстати сказать, удивительно в том, что режиссер поколения моего отца и мой отец, в том числе потом уже, когда он вернулся из Анерики после большой там американской кино жизни, достаточно большой, там десятка картин, вернулся опять в Россию. Вот. Он сказал, что давление в Советском Союзе, там из Госкино, из там Союза кинобатрии, я не знаю, кто там давил на советских режиссеров, идеологически так, 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 так. Вот. Оно было гораздо меньше, чем то давление, которое потом оказывали на него в Голливуде продюсеры и там директора, президента киностудии. А вот что у них есть измеримые показатели? Ну, во всяком случае, вот это вот все как бы про то, что советские творцы, особенно, так сказать, там поздней советской власти, там 60-е, 70-е, 80-е годы, их зажимали по-черному там и все такое, не совсем соответствует действительности. Вот я бы так сказал, да. То есть в Госкино и вот на этих должностях сидели чиновники, но эти чиновники имели вкус и как бы понимание, да, что такое хорошее кино, что такое плохое кино, что вот это талантливый режиссер. Да, может быть, он сейчас снял фильм, который придется положить на полку на 10 лет, но мы понимаем, что он хороший режиссер. Давай-ка ты снимешь что-нибудь из классики, да, чтобы он дальше не пошел в какой-то, в какой-то, как это называется, диссидентское кино. А давай-ка ты снимешь Тургенева, да, или там Чехова. И вот эти силы, да, какие-то диссидентские направлялись в классику. То есть для меня, то есть это всегда было и для меня никакого, нет, никаких, наоборот, я большое удовольствие получил, потому что все было очень четко, организованно, мы очень быстро сняли это кино. Но долго готовились. Вам этот фильм, насколько я знаю, достался по наследству Говорохина? Нет, не совсем так, просто Говорохина же была большая студия, там у него в производстве было несколько картин, вот, но вот случилось это печальное событие, он ушел, и просто несколько сценариев остались, ну просто они как-то даже, он не собирался его снимать, этот фильм. Нет, должен был кто-то снимать это кино. Поэтому это не то, что фильм Говорохина, который я снял, потому что он ушел в мир, нет, это просто был фильм, который должна была сделать его студией, и после его смерти они меня пригласили. Ну, то есть он умер, у них режиссера еще не было, ну вот они пригласили меня. Я так понимаю, что коммерческого расчета там все-таки такого нет, это... Я не знаю, я очень надеюсь, что есть, потому что мне кажется, что когда ты делаешь кино за, в общем-то, очень такие, ну, компактные деньги, я бы сказал, да, очень компактные деньги, то тем, и на мой взгляд, получилось очень, ну, в том числе и коммерческий достаточно продукт, то, конечно, было бы неплохо, хорошо, что я не сказал изделия, сейчас вообще телевизионщики говорят изделия уже, профинка, ну, хорошее изделие, сейчас сняли там такое, цинично. Вот, можно было бы, конечно, от него максимум получить, но это уже, к сожалению, не совсем в моей власти, и не совсем, я, конечно, могу в какой-то степени влиять, там, просить, участвовать и помогать, вот, но фильм отправился уже в свое плавание. Я очень надеюсь, что какой-то, какой-то коммерческий интерес, они, они, фильм сняли на государственные деньги в основном, поэтому, мне кажется, что и у государства должен быть такой интерес, но поживем и видим, потому что сейчас вертикаль, насколько я знаю, выпускает, не насколько я знаю, я знаю, что выпускают в ближайший месяц картины, вот они готовят ее, принят другую, другой фильм, который раньше моего был снят, раньше моего был сделан, вот, ну, соответственно, там, шаг за шагом, потому что я, у меня сейчас есть два проекта, которые очень большие, очень серьезные, очень страшные, и вот я ими занимаюсь, поэтому мне как раз очень устраивает вот этот маленький перерывчик, который занят подготовкой к выпуску другого, другого, другого фильма этой студии. А, как вы думаете, почему этот фильм актуален сейчас? Вот, фильм на луне, почему? Да я никогда не говорил, что я думаю, что он актуален, я не знаю, актуален или нет. Вы ходите там больше в личность, правда, я понимаю? Ну, ну, антикиллер, это более такая событийная история, там. Ну, здесь тоже событий немало, здесь тоже событий немало, здесь просто более человеческие отношения, потому что, конечно, антикиллер, это звери, просто разные окраски, которые едят друг друга, здесь все-таки люди, но, там много вещей, как бы, я другой, да, у меня, у меня тоже выросла дочка, которая 18 лет, то есть она вот в возрасте таком достаточно близко к возрасту моего героя, хотя она девушка, а герой у меня юноша, вот, я считаю, что действительно новое поколение, в том числе вот поколение моих героев, да, они чрезмерно зависят, они стали очень социозависимыми, но социозависимыми именно виртуально, да, то есть, как бы, физическое одиночество, оно совершенно, это, человек может быть одиноким физически, да, но быть очень, очень социальным в этих сетях, и сети, и сети, и проявление негатива и позитива в сетях очень сильно на тебя влияют, и события, которые происходят в сетях, или происходят в твоей жизни, о них ты узнаешь через сети, ты расстаешься с любимыми через сети, тебя предают через сети, тебе не нужно уже видеться с человеком, чтобы он тебя предал, да, и ты мстить в сети начинаешь, ты не поджидаешь человеку подъезда, чтобы морду набить, нет, ты в сети начинаешь его глушить, там, я не знаю, очень много таких людей, вот, кроме того, происходит, на мой взгляд, это не моя мысль, я вычитал ее у Улицкой, кстати, в одном из писем к Ходорковскому в тюрьму, вот, что параллельно с процессом глобализации, очень мощным и страшным, и я противник этого процесса, идет не менее мощный, и не менее, я не буквально цитирую, но мысль, да, не менее пугающий процесс варваризации людей, то есть при, так сказать, технологическом прогрессе, искусственном интеллекте и прочих вещах, которые, казалось бы, сделали нашу жизнь гораздо легче, быстрее и эффективнее, люди поглупели, люди поглупели, люди, человеку страшно, когда ему не звонят 15 минут, понимаете, ему страшно, то есть он должен быть онлайн, то есть поменялись, совершенно поменялся, мне кажется, психотип вообще современного человека, он поменялся, в связи вот с техническим прогрессом, это не то, что было в антики, или вы тогда по моим пылкам этим разговаривали и денежки экономили, потому что очень дорого стоили звонки, сейчас-то там весь, и, кстати, в этом фильме тоже очень много событий моего героя происходит в сети, то есть в социальной сети, помимо вот его этой, то есть непонятно, где его реальная жизнь, она там или здесь, вот в лесу под пинком, на пинке, или там, вот, а варваризация, то есть оглупение людей, это огромная проблема, я еще вообще глобальная проблема, огромное количество дураков появилось, и мало того, огромное количество дураков появилось на руководящих каких-то позициях, людей принимающих, что это связано с техническими прогрессами, в том числе, а с чем еще? с глобализацией, потому что люди становятся одинаковее, то есть они начинают думать одинаково, пошел на терминат, на трансформеров, поел макдональдс, и купил рубашку в Заре, потом поужинал в Кентукки фрай чекен, и пошел домой смотреть еще что-то, «Игры престолов», условно говоря. Улицы стали одинаковыми, ты выходишь на Елисейские поля, чем тебе не Тверская? Те же магазины все, все то же самое, те же тоже кино идет, тоже кино идет, в магазинах везде все одинаковое, то есть теряется, на мой взгляд, начинает теряться самоидентификация, особенно вот в европейских странах, где границы стерты, европеец сейчас, и на мой взгляд, это очень обедняет, это очень обедняет твой опыт, потому что ты приезжаешь в Амстердам, ты видишь таких же людей, тебе нечем учиться, они так же тоже жрут, в этом же одеты, так же, никакой разницы нет, а еще были другие, разные все были, американцы одни, французы другие, а сейчас все одинаковые, вот, и на мой взгляд, это целенаправленно идет, потребность сделать людей одинаковыми, то есть сделать их проще, сделать предсказуемые их мысли, потому что нам надо продавать, 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 и вот это и есть, собственно говоря, общество потребления, большие корпорации, но от этого некуда деться, большие корпорации должны развиваться, вот, должны оптимизироваться, поэтому им не надо снимать два разных рекламных ролика, для Чехии и для Германии, один сойдет, фрау такая усредненная, вот сейчас там, ну, нет, это, это, это вторая причина, третья причина, жить стало легче, ну, легче жить стало, то есть, ну, я имею ввиду, не надо выживать, не надо идти в лес, с дрова рубить, вести на себе, в узбе, складывать, доить корову, не надо все это делать, тогда у человека была гораздо более суровая жизнь, более сурового, настоящего, помола крупного, встал в 5 утра, сено взял, отнес корове, ну, так, представить себе, сейчас у человека, он ему, ему не надо даже вставать, уже идти на работу, не надо человеку, он здесь вот сидит, вот здесь работает, вот, и все это, на мой взгляд, делает человека примитивней, то есть, примитивней со всех точек зрения, да, ну, так же, как, ну, так же, как, понимаете, тигр выращенный в неволе, он может быть красивым, очень страшным, и сжать много мяса, но выпусти его в лес, он, ему будет ужасно, ему будет очень страшно, и плохо в лесу, тигру, это вы понимаете, вот так же, современный человек, его выпусти хотя бы, в жизнь, которая была там, 40 лет назад, да, он с ума сойдет, он, как это можно вообще представить себе, ну, вот это тоже, конечно, очень такая, интересная тема, ну, и, конечно, спастись от этого, как, спастись от этой примитивизации, как, или от нее не нужно спасаться, ну, просто, мне кажется, что все хорошо, да, вообще, люди же придумывают вещи, в общем, в помощь себе, да, просто, ну, надо, мне кажется, ну, какую-то реальную жизнь вести, вы понимаете, ну, какую-то реальную жизнь, реальная жизнь не должна заменяться виртуальной, не должна, вот почему я большой, протагонист, как это называется, протагонист, и сторонник того, чтобы молодые люди обязательно шли в армию, обязательно шли в армию, потому что это реально, а это уже все не такое, как это было раньше, от раньше было не такое, как было еще раньше, все, нет, это естественный, наверное, процесс, но я бы хотел, чтобы мы защищались в определенном смысле, то есть я имею в виду, вот Россия, скажем, да, я бы хотел, чтобы русские оставались русскими, чтобы мы не становились космополитами совсем, да, вот, то есть, сейчас в каких-то, там, центровых, центральных, да, вот в центре Москвы, в каких-то модных местах, ты сидишь, ты уже не понимаешь, где ты сидишь, да, в какой-то стране, в каком-то, ну, если Кремль не светится, где-то там, на заднем фоне, да, ты не понимаешь, что за народ вообще, откуда люди потеряли какую-то национальную принадлежность, кому-то это может быть нравилось, мне это тоже раньше, может быть, и нравилось, да, отличный, и общий мир, а сейчас мне это не нравится, потому что мне не нравится, как сегодня выглядит Франция, против того, как она выглядела, когда она была отдельной страной, а не частью Европы, мне не нравится, как выглядит Италия, да, мне нравилось, когда она была не Талией, а отдельной Италией, то же самое всех стран касается, Я имею в виду Америки, и единственное стало, которое не касается, это Россия, потому что те времена, когда мне очень нравился Париж или Лондон, конечно, в Москве были очень тяжелые времена, ну просто тяжелые, это был конец советской власти, потом 90-е, первые, потом разруха и все, и все. Но сейчас, когда я смотрю на Москву, то меня переполняет гордость, то есть у меня Москва круче и как-то это хайповее, чем Париж гораздо, чем Рим, она такая мощная какая-то цивилизация целая, этого не было раньше. Я имею в виду, может, не стыдно жить в таком городе, но я бы не хотел, чтобы мы глобализировались окончательно, потому что это все касается на самом деле, да, это, мы не видим итальянских же фильмов, понимаете, вот мы не видим, мы не, почти. Вот, а как вы думаете, почему с Россией не так, как с Европой? Потому что просто у нас территория больше или есть какие-то другие причины? А что никак не так, как с Европой? Что мы не вписываемся в эти процессы так быстро? Ну, во-первых, потому что мы прыгнули в свое время из, в общем-то, ну, такой мягкой капиталистической уже промышленной монархии, мы прыгнули в тоталитарный строй, в абсолютно тоталитарный сталинский строй, который потом мягчел, 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 потом мы выживали 10 лет, и вот только там, не знаю, последние 10, 20 лет, вот в этом веке мы как-то строим, да, ну, куда-то двигаемся. Наверх или там вперед, а не назад и вниз. Медленно, да, но, то есть, ну, мы никак, нельзя сразу перепрыгнуть в развитую демократию, если ты никогда не был демократическим. Нельзя сразу перепрыгнуть, все равно будет огромное количество перекосов, будет неправильных выборов, где пробеждает не тот президент, как был в 96-м году, будут эти, олигархи, влияние, это, нечестные эти, это, это все нужно пройти. Ты не можешь сразу по-шведски, бац, у тебя это самое, ты газету за эту самую депутатскую карточку купил, тебя сразу уволили, потому что мы двигаемся как можем. И мне кажется, что в этом смысле наше преимущество у России. Мне не хотелось бы, чтобы мы были частью Европы, вот мне бы не хотелось, чтобы мы становились частью Европы, вот такой вот в чистом виде, да, раз, сел и поехал. Практически так и есть, мы сел и поехал, правда, вот, но мне кажется, что Европа-то как раз сейчас находится в опасности просто потеряться, особенно со многими вещами социально, там, социально-общественными, которые происходят в сексуальной жизни, да, и так далее, да. Сейчас европейские, мне кажется, Европа, она в общем-то умирает, я это говорил 20 лет назад, мы присутствуем, мы находимся в начале, мы находимся в начале заката западной цивилизации, не американской, американская она мешанная вся, я имею в виду европеец, европеец, понимаете, кто вот эти поехал сейчас, вот эти вот беженцы все, это молодые, сильные, агрессивные люди, которые всю жизнь в руках держали автомат и нож, а европейцы, а соревноваться они будут с родителем номер один, который будет отмахиваться от них компьютером, понимаете, вот, и я не знаю, что ждет Европа в этом смысле, вот, я не знаю, честное слово, потому что и Англия уходит из-за этого, потому что у них своих. Мы немножко отошли от темы кино, давайте подовернемся, давайте закончим, а какие у вас сейчас планы, что планируете снимать? Я еще не планирую ничего снимать, я разрабатываю два проекта, один альбомнаш продюсерский, очень большой, не могу сказать, какая тема, потому что пока что я этот проект, он не принадлежит мне, вот, я надеюсь, что через пару месяцев он будет принадлежать мне, или никому не принадлежать, что тоже меня устроит, вот, и у меня есть один режиссерское предложение ко мне, которое я обдумываю, потому что обдумываю очень серьезно, но это опера, это опера, это в Азии, костюмированное, классическое, больше двух часов, и я, в общем-то, очень сомневаюсь, потому что я не умею этого делать, ну, то есть я никогда этого не делал, может, умею, как говорят, но нет, вот, но это интересно. Дайте, пожалуйста, три совета молодому человеку, современному, который хочет стать режиссером. Вы, слушайте, ну, это очень, это такие три совета. Первый совет, наверное, нужно обдумать еще раз это решение, обдумать еще раз это решение. Второе, надо определить для себя, что такое, что такое вообще режиссер, ну, вот, один очень хороший режиссер российский сказал, что режиссура – это создание ситуации, способствующей осуществлению твоих целей. То есть он рассматривает режиссуру как несколько больше, более широкое понятие, чем просто, так сказать, человек, который стоит за камерой вместе с оператором, говорит актеру, что делать, там, и так далее. Режиссур жизни. Поэтому, поэтому, для того, чтобы стать режиссером, на мой личный взгляд, нужно уметь, давайте я перефразиваю, для того, чтобы стать режиссером, режиссером, нужно разбудить в себе состояние власти, власти, то есть, нет, конечно, есть такие режиссеры, которые просто сидят и артисты читают по тексту, как бог на душу положит, да, но, если ты снимаешь свое кино, да, то ты должен обладать властью, которая позволяет тебе добиваться именно того, что ты хочешь, именно того, что хочешь, от артистов, от операторов, от всех, кто участвует в процессе, и власть, она, она, высшая форма власти, когда ты подумал, вот хорошо бы сейчас вот туда бы поставили лошадь, а ты видишь, она уже идет туда, эта лошадь, ее кто-то привел, говорит, а может здесь лошадь поставим, вот, вот это удивление, это очень редко бывает, но не на уровне, на уровне вообще многих вещей, там, вот закончился бы сейчас дождь, ну, пацан заканчивается. Ну, и третье, да, достижение целей, ведь другой очень хороший режиссер сказал, что фильмы – это поступки режиссера, фильмы, это поступки режиссера, то есть поступки человека-режиссера – это его фильмы. И поэтому, вот для меня всегда было поразительно, что, в общем-то, не очень хорошие люди могут снимать очень добрые, удивительно какие-то пронзительные, не очень, не очень хорошие, неправильное слово, не очень добрые люди, жесткие, злые иногда, несправедливые, снимают удивительно мягкие, добрые фильмы, вот, понимаете? То есть надо знать вообще на самом деле, что ты хочешь, потому что, то есть и совершать эти поступки, а вот это самое-самое сложное, для того, чтобы быть настоящим режиссером, потому что режиссер это тоже ведь, как врач, понимаете, есть гений, а есть, ну, фельдшер, да, там, есть режиссеры, которые снимают, а, так, тяп-ляп, есть, которые снимают по 10 лет, как Герман, да, и снимают, и снимают, и снимают, и снимают. Вот Никита Сергеевич Михалков, американцы предложили сократить фильм на час, он отказался, и фильм не пошел на американском рынке. Но для него важнее, чтобы фильм был три часа, а не два. Правильно это решение? Не знаю, но оно решение, режиссерское решение. Поэтому это нелегкая профессия, и на самом деле очень трудно определить, в чем же она заключается. Ей нельзя научиться, ей можно научиться, но научиться не каким-то набором вещей, а это все энергии, это все гораздо более интересный процесс. Но, послушайте, на любом уровне можно снимать хорошие вещи, я имею на любом уровне так называемой профессии режиссера. Я не знаю, я ответил на ваш вопрос? Я думаю, да. Спасибо большое за внимание. Смотрите нас на канале «Тактики и практики», ставьте лайки, колокольчики, рассказывайте о нас в социальных сетях, и до новых встреч. А с нами был Егор Андреевич Кончаловский, смотрите его новый фильм «На Луне». Спасибо. 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 . Спасибо.